Добрый день дорогие друзья, на связи Вова Смарт. Сегодня я вам расскажу о четырех основных функциях программы Skype. Эти функции или операции, они вам просто необходимы для успешного ведения интернет-бизнеса. Давайте кратко я сейчас опишу. Первое это редактирование сообщения, сортировка контактов по группам, поиск по сообщениям и отправка файла. Вот эти четыре функции мы сейчас рассмотрим кратко в этом видео. Если вы ввели автоматизацию в ваш бизнес, то есть, например, вы используете такие программы, как Sendex или Skype Sender, а работает каждый день с тысячами Skype контактов. И, например, чтобы не запутаться, вам нужно выделить из этих людей, например, тех, кто подписался на вашу рассылку, стал вашими подписчиками. Как вы это будете делать? Вы выбираете вкладку «Контакты». Здесь вам нужно выбрать «Создать новую группу». Называете группу. В данном случае она у нас будет называться «Подписчики». Нажимаем «Сохранить». Далее щелкаем на нее. И сюда мы с вами можем перетаскивать контакты, которые будут находиться в группе «Подписчики». Например, вот этого человека перетаскиваем, и он у нас уже находится в группе «Подписчики». Закроем группу. Давайте сейчас рассмотрим следующую функцию. Это отправка файла. При отправке файла вы можете пользоваться функциями Skype. Не нужно использовать никакую электронную почту, ни социальной сети, ни файлообменники. Просто нажимаете на собеседника, на его фотографии правой кнопкой, и нажимаете «Отправить файл». Далее выбираете файл. Например, вот этот вот. И нажимаем «Отправить». Файл принимает статус ожидания. Как только пользователь принял ваш файл, он принял статус «Файл отправлен». Таким образом, мы с вами отправили файл данному пользователю. И еще, если мы говорим про поиск, например, поиск по сообщениям, то бывает такая ситуация, когда этот человек, например, ваш партнер по бизнесу, и вы с ним общаетесь через Skype не один раз в день. И ваша история переписки, например, больше года, или там 3-6 месяцев. И вам нужно в каком-то сообщении найти нужный файл или текст. И чтобы не искать все вручную и не напрягать вашего собеседника, вашего партнера, в Skype сделан поиск по сообщениям. Нажимаете сочетание клавиш Ctrl-F, и, например, мы ищем файлы с названием «ИМГ». Нажимаем «Следующий». Вот он нам нашел одну картинку, вторую и третью. Таким образом, мы нашли файлы быстро с помощью поиска по сообщениям. Очень удобная функция, мало кто ее использует. Экономьте ваше время. Следующая операция – это, например, когда вы нажимаете Enter при написании сообщения, и сообщение сразу же отправляется у вас. И представьте такую ситуацию, когда вы просто забыли переключить раскладку клавиатуры, и написали какое-то сообщение, нажали Enter. Например, вы нажали Enter, и отправилось вот это вот сообщение, полный бильберда. Что вы можете с ним сделать? Вы можете его удалить, и тогда оно примет вот такой вот вид. То есть будет написано, что сообщение удалено, либо вы можете редактировать. То есть нажать «Редактировать сообщение». Оно подсвечивается немного розовым. Далее исправляете его. И нажимаете «Отправить сообщение». И мы видим, что у нас сообщение отредактировано. Здесь дата изменения стоит. И видим нормальное, красивое сообщение, как оно и должно быть. Сегодня я вас познакомил с четырьмя самыми основными функциями Skype, которые необходимы вам для ведения успешного интернет-бизнеса. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok